Всем привет, друзья! В этом ролике будем пытаться вернуть к жизни вот эту вот машинку. Это Lenovo G780. Попала она ко мне после другого сервисного центра. Там ее делать не смогли, выдали без ремонта. Прилагается к этому ноутбуку снятый хаб 76. Ну, якобы они его меняли. И, как бы, старый питанцы тоже ради степла сохранил. Сейчас установлен аккумулятор. Давайте подключаю сразу к лабораторнику. Смотрим динамику потребления тока платой. Вот, делаем некоторые выводы сразу. И потом будем разбирать и уже непосредственно заниматься диагностикой и выяснением причины. Почему же так он себя ведет? Давайте ближе к амперметру на блоке. Сейчас аккумулятор вставлен. 17 мА потребления. Никаких индикаторов не горит. Ну, плата аккумулятора не заряжает. Соответственно, на кнопку включения он тоже, скорее всего, реагировать не будет. Вот, я нажимаю, крепление статично. Ну, явно хаб отсутствует на плате. Давайте, дабы сэкономить ваше драгоценное время, я его сейчас за кадром разберу и будем продолжать уже непосредственно работать с платой. Итак, дядя, идете, извлек я плату из корпуса. И давайте бегленький осмотр, вот, прежде чем приступать к диагностике. Сразу бросается в глаза отсутствие наклеечки под хард. Тут она такая должна быть черная, глянцевая, вся красивая, ее нету. Не обошли стороной RTC батарейку. Она тоже отсутствует на плате. Здесь, вот, по позиционнику U67 должна стоять микросхема, которая отвечает за защиту потопа для USB. Она одноканальна, USB-порт вот здесь вот цепляется шлейфом к этому разъему. Микросхемы этой нету. Далее оторвали группу проводов минусовых. Вот таким образом это все дело было восстановлено. Токовый датчик входной со следами пайки. Рваной пайки. Ну и подымали, подымали дросселя, оба, оба дросселя с дежурки. Вот так это все выглядит. И тантал вот здесь. Ну и разрывали, конечно же, перемычки с дежурки силовой. Переходим на другую сторону. Я оказался не прав, каюсь. Хаб на этой плате установлен. Ну и если честно, друзья мои, меня больше смущает не тот факт, что он здесь установлен, а что под ним. Ну как бы прилагалось к этому ноутбуку вот такая вот деталь. То бишь мост, который сняли с этой платы. Ну вроде бы нету оторванных пятаков. Я по крайней мере не вижу. Но тем не менее, что под хабом, вопрос остается открыт. Также неизвестно его происхождение. БУ рабочий, не рабочий. Я его буду однозначно менять. Хаб пайный. Обе SPI флешки тоже пайные. Ближе. Еще ближе. Мультиконтроллер KB9012QFA3. Вот он тоже пайн. Он программируемый. Не знаю, как бы откуда сняли, что возможно тоже придется поменять. Но по крайней мере, нормально запаять точно. Ноги загнуты в некоторых местах. Вот так это все выглядит красиво. Дальше. Ну аудиокодек, по крайней мере, налет. По всей плате налет. Размыли флюс. Вот. Все такое грязненькое. Ну вроде бы не трогали аудиокодек. Из того, что сразу бросается в глаза, это вот шимка у нас, которая формирует полтора вольта для питания оперативки. Вот она. Установлена. Она стоит со смещением. Не знаю, вам хорошо видно или плохо. У нее есть смещение. Немножко она косо стоит. И, как по мне, некоторые ноги нормально не запаяны. Потому что это мы дело исправим. Дальше по списку у нас дежурка. Дежурка здесь у нас стоит со серьезным смещением. Обратите внимание. Вот это RT8205L, по-моему. Она стоит с серьезным смещением. Здесь еще что-то фотополимерным лаком. В простонародье его называют зеленого цвета. Что-то восстанавливали. То-бишь снимем, посмотрим. Для чего вот эту процедуру производили. Ну а так, больше на плате я особо криминальных каких-то вещей не вижу. То-бишь видел намного страшнее. Ну то, что она мурзатенькая, мы это все дело отмоем. Давайте приступать. Наверное, будем начинать сначала. В принципе, уделим немножко времени схеме. Покажу вам, что сейчас мы будем измерять. А потом вернемся к плате. Итак, ребята. Прежде чем перейдем к работе со схемой, давайте представлю нашего героя. Героя ролика. Плата, которой будем заниматься, это плата от Компал. ЛА-7983П. Ревизия 1.0. Все. Платформу я озвучил. Давайте приступать к работе со схемой. Что будет нас интересовать? Прежде всего, мы измерим напряжение на токовом датчике. ПР-302. Здесь напряжение. При наличии здесь напряжения внешнего источника питания. В моем случае, это лабораторник. Подавать буду на плату 19 вольт. Здесь должно быть 19 вольт. Означает, что шим-контроллер... С высокой долей вероятности. Означает, что шим-контроллер запитан. На ножке VCC есть у нас напряжение внешнего источника питания. И на шестой ножке ACDET шим-контроллер получает информацию о том, что подключен некий внешний источник питания. Формирует этот сигнал путем деления напруги с источника питания резиторным делителем. ПР-314, ПР-317. При соблюдении этих условий шим-контроллер должен открыть у нас входные транзисторы. Здесь два П-канала стоят. И, соответственно, 19 вольт попадет у нас на плату. Заодно, давайте глянем еще на пятой ножке. Сигнал AC-OCK. При подключенном адаптере у нас здесь должен быть низкий уровень для BQ24727. Вот. AC-OCK в активном состоянии у нас имеет низкий уровень. Так. Это то, что касается шим-контроллера зарядки и входной цепи. Дальше нас будет интересовать шим-контроллер дежурки. Я немного промахнулся. Здесь установлен РТ-8205Е, а я говорил L. Но неважно. Что будем смотреть? Будем смотреть 16-ю ногу ВИН, то бишь напряжение питания этой микросхемы. Также будем смотреть ножку номер 13. Бишь это enable, сигнал на включение шим-контроллера. И посмотрим, что у нас формируют линейные стабы, которые интегрированы в структуру этой микросхемы. Будет нас интересовать восьмая нога. Это стаб на 3,3 вольта. И будет нас интересовать нога номер 17. Это у нас выход с 5-ти вольтового линейного стаба. Вот. Ну давайте вот до этого момента произведем измерение. Если все хорошо, то будем продолжать. Переходим к плате. Все добро в кадре. Мультиметр. Блок питания. Подключаю. Платил лабораторник. Включаю его. И давайте по порядку. Начнем с токового датчика. 19 вольт есть. С двух сторон. Входные транзисторы открыты. 19 вольт по плате расходятся. Теперь непосредственно к шим контроллеру зарядки. Что нас интересует? В принципе, нас интересует только AC-ОК. Должен быть низкий уровень. Ну давайте заодно и глянем. AC-D это шестая нога. В принципе, конечно, это бессмысленно. Но тем не менее. 2,7 вольта есть. Все ок. Так. Сигнал AC-ОК. Пятая ножка шим контроллера BQ24727. Должен быть низкий уровень. Все отлично. Вот. К шим контроллеру зарядки и входной цепи претензий нет. Переходим к нашей дежурке. Так. Возвращаем назад в кадр мультиметр. И блок питания. Нас будет интересовать. 16 нога. Это питание микросхемы. 19 вольт. Так. Отчет против часовой стрелки. Отключаем. 16 ножка. Можно измерять на конденсаторе. 19 вольт есть. Шим контроллер запитан. Так. 13 нога. Энейбл. Есть 3,1 вольта. Отлично. Вот. Энейбл. Шим контроллер получает. Ну и теперь осталось посмотреть выходы с линейного стаба. 3 вольтового и 5 вольтового. 7 и 18 нога. Измеряем. Так. 7. 8. 1,2 вольта. Там где должно быть 3,3 вольта. Пятерочка. Это у нас 17 нога. Вообще тишина. На дежурке ЛДО на 3,3 вольтовой линии 1,2 вольта. На пятерке вообще ничего нет. Давайте глянем сопротивление этих линий. И сделаем соответствующие выводы. Так. Восьмая нога. 75 Ом. Нормально. Так. 17 нога. 131 Ом. Нормально. При таком сопротивлении мы не выходим за границы токовой нагрузки. Поэтому что-то не так с ШИМ-контроллером дежурки. Давайте я сейчас его поменяю. Так как прежде всего у нас должно сформироваться как раз таки этих два напряжения. При их отсутствии ждать отплаты какой-либо жизнедеятельности глупо. Вот. Меняю сейчас ШИМ-контроллер дежурки и будем продолжать. Итак, ребята. Подготовил я новый ШИМ-контроллер к установке. Давайте менять. Максимально приближу, насколько это возможно. Погнали. Оторванные дорожки. При демонтаже я посмотрел микроскоп, поэтому залили фотополимерным лаком. Сейчас мы запаяем новый ШИМ-контроллер. А потом по-человечески все это дело восстановим. Установим. Я сразу убрал колхоз, потому что реально он мешает. Все, ШИМ-контроллер я запаял. Единственное, надо восстановить две дорожки. Они, видно, были при демонтаже вырваны. Поэтому были восстановлены и залиты фотополимерным лаком. Сейчас я восстановлю эти две дорожки. И мы с вами продолжим. Итак, переехали мы на другой стол. Поменял я ШИМ-контроллер дежурки. Нормально запаял ШИМ-контроллер, который формирует полтора вольта. Поменял резистор на 2,2 Ома с бутстреп цепи. Восстановил две дорожки. Давайте, подключил я плату к лабораторнику. Включаем блок. Сразу обратите внимание, изменилось потребление. Вот, было 12 мА, стало 1 мА. И, соответственно, давайте глянем. Сформировались ли у нас до дежурки 3,3 и 5 вольт. Восьмая и семнадцатая нога. Измеряем. Так, восьмая нога. 3,3 вольта есть. Ну, семнадцатая я прямо на конденсаторе буду мерить. Пожалуйста, 5 вольт. ЛДО дежурку мы восстановили. Так, для того, чтобы запустилась у нас силовая импульсная, нам необходимо, чтобы у нас были интрипы отличные от 0,55 вольта. То бишь, более чем. Тогда у нас это будет расценено как сигнал на запуск драйверов. И 5, и 3, и 3, и 3 вольтовой линии. Давайте покажу, что ее нету. Ну, явно при таком потреблении ее нету. Вот, пожалуйста, 3,3 вольта линия. Прямо на перемычке измеряю. Вот, пустота. И, соответственно, пятерка. Пустота. Давайте глянем интрипы. Есть ли у нас разрешение. Первая, шестая нога. 0,66 у нас интрип 1 вольта. 1,2 вольта у нас интрип 2. А, в принципе, драйвера должны запуститься. Еще, друзья мои, я заметил такое поведение платы, что я, когда включаю, есть кратковременный скачок потребления токоплатой. Давайте поближе к лабораторнику. И я вам это все покажу. Выключаю. И включаю. Был кратковременный скачок потребления. Еще раз. Не могу увидеть. 47 мА. Что-то такое. 42. Даже чуть ли под 80. 55. По-моему, есть попытка запуска как раз-таки силовой дежурки. Чтобы подтвердить эту теорию, давайте осциллографом посмотрим, есть ли попытка запуска одной и второй фазы. На затворах транзисторов должен быть ПВМ-сигнал, ШИМ-сигнал. Единственное, сейчас я камеру перемещу. Измерять я буду на верхних, наверное, транзисторах. Вот ПК-401 и ПК-402. Сначала на затворе вот этого транзистора. А потом на затворе вот этого транзистора. Так. А вы следите за руками, да? Смотрите на осциллограмму. При попытке запуска до того, как ШИМ-контроллер вот из-за какой-либо причины у нас прекратит работу драйверов, что одной, что второй фазы, у нас должна быть попытка хотя бы запустить одну и вторую фазу. Потому что разрешение у нас есть. Так. Становимся на затвор. ПК-401. Это у нас фаза 3-х и 3-х вольтовой линии. Включаю. Это у нас 3-х и 3-х вольтовая линия. Тоже, наверное, было хорошо видно, что ШИМ-контроллер запускает оба драйвера. Одной и второй фазы. Еще раз. Это у нас 5-ти вольтовая линия. Так. ПК-401. Это 3-х и 3-х вольтовая линия. Есть попытка запуска. Так. Открыл я схему. Давайте пока не забыл. Расскажу о запуске силовой дежурки. А потом уже по неисправности расскажу. Так. Что надо делать для того, чтобы драйвера запустились? Надо, чтобы на разрешающих ногах, на интрипах у нас был положительный уровень. Выше 0,55 вольта для этого ШИМ-контроллера. Что для этого необходимо? Для этого необходимо, чтобы сборка 2N-канал. Вот шестиногая. ПК-405. И транзисторы в этой сборке, N-канальные, должны быть закрыты. А для того, чтобы они были закрыты, у нас ПК-406 должен был быть открыт. Ну, давайте по порядку. Приходит Main Power On для моей платы. Он открывает у нас NPN ПК-406. То есть, в результате чего у нас VL. VL это у нас выход с линейного стаба 5 вольт. Через высокоумный резак 100 кОм садится на землю. Вот. В результате чего затворы потянуты к земле. N-канальных транзисторов в количестве 2 штук в сборке. И N-trip у нас не напрямую, вот, вывешены в землю. А через специальные конфигурационные резисторы высокоумные. И драйвера у нас в таком случае запутятся. Ну, это так. В общих чертах. Теперь давайте к неисправности. У нас все условия выполняются. Силовая дежурка должна быть, но ее нет. По каким причинам? Давайте посмотрим. Для этого измерим сопротивление относительно земли обоих линий. Тут как раз-таки что-то пытались паять. Возможно, что-то и напаяли. Так, линия 5 вольт. 27 и... Ну, 27,2. Еще сопротивление щупов моих. 27 Ом. А вот линия 3,3 вольта. 0,2 Ом. То бишь 40... Где-то 400 миллионов сопротивления моих щупов. Вот, соответственно, остается где-то 20... 240 милевом сопротивление. Ну, понятное дело, есть проблема. Единственное, осталось выяснить. Проблема у нас в аномальном сопротивлении в самой нагрузке, либо до нагрузки. Здесь есть возможность разорвать перемычку. Вот ее тут многократно разрывали, я смотрю. Наверное, должно быть видно. Я вам показывал, в принципе. Вот, сейчас я ее распаяю и посмотрим, в какую сторону у нас проблемы с сопротивлением. Так, ребята, распаял я и кремочку. Сейчас будем выяснять. Поближе подвину камеру. Так, сначала смотрим в нагрузке сопротивления. Сопротивление нагрузки у нас 64 Ома. Отлично. А сопротивление у нас самой цепи. Пазы. Ну, вот, да. Очень смущает меня этот конденсатор. Тантал, он как-то очень криво здесь запаян. Я изначально показывал, как бы, что... В принципе, и дросселя тоже кривенько. Надо потом это все дело привести в человеческое состояние. Сейчас я сниму конденсатор, вот этот вот, танталовый. И посмотрим, изменится ли картина. Так, снял я конденсатор. И давайте теперь посмотрим сопротивление линии. 24 кОма. А сопротивление нагрузки... 63 Ома. А что касается этого конденсатора... Его сопротивление как раз-таки ноль. Вот, битый кондёр. Я, в принципе, для снятия необходимых деталей 79-82 в таком состоянии подготовил отсюда. Мы этот кондёр и дёрнем. Сейчас я перепаяю этот конденсатор. И посмотрим. Запустится ли у нас силовая дежурка. Танталовый конденсатор с линии 3,3 вольта, который был пробит, я поменял. Вот он. Установил с платы донора. Давайте с звуковым сопровождением покажу, что он отправился к предкам. Наглухо. Наглухо. Убираем в сторонку всё это дело. И пришло время посмотреть сопротивление линий относительно земли, прежде чем подавать питание на плату. Мультиметр в кадре, переключаемся в режим измерения сопротивления и линия 3,3 вольта, все перемычки сейчас запаяны, имеет сопротивление 79 Ом. Линия 5 вольт. Килоомное сопротивление. Всё пришло в норму. Можно подключать плату к лабораторнику и смотреть, формируются ли у нас теперь дежурные 3,3 и 5 вольт силовой дежурки. Так, сразу потребление 26 миллиампер. Скажу, что это нормальное потребление для этой платы. В нормальном состоянии, по-моему, до 10 миллиампер. Ну, могу ошибаться, но до 10. 5-10 миллиампер. Нас это сейчас особо не интересует. Нас интересует, появились ли у нас необходимые напряжения. Линия 3,3 вольта. 3,3 вольта на плате теперь есть. И пятёрка тоже. На данный момент удалось добиться, точнее восстановить работу всего узла, который формирует дежурные напряжения. 2 ЛДО и 2 силовых. 3,3 и 5 вольт, соответственно. Давайте попробуем нажать на кнопку включения в ожидании чуда. Но, учитывая потребление, чуда явно не произойдёт. Так как это плата от Компал, Компал очень любит частенько дублировать кнопки включения на самой плате. Эта плата не является исключением. СВ-3. Вот дубликат кнопки включения. Давайте, чтобы вы увидели лабораторник. Вот так вот сделаем. Я закорочу два контакта кнопки и посмотрим на динамику изменения потребления. Всё статично, ничего не происходит. Есть проблема. Давайте теперь следующим этапом посмотрим наличие высокого логического уровня 3,3 вольта на одном из контактов кнопки. Так, вот. И вместо 3,3 вольт мы видим 0,22 вольта. Я посмотрел по схеме. 114 нога мульта. Как раз-таки туда приходит сигнал on-off. Считаем от ключа против часовой стрелки. 100, 105, 110, 115, 114 нас интересует. Становимся. 0,22 вольта. Откуда же здесь появляется 3,3 вольта? 3,3 вольта у нас идёт подтяжка через высокоомный резистор 100 кОм R701 с плюс 3 ВЛП. Резистор этот я нашёл. Давайте посмотрим наличие напряжения на одном контакте резистора, куда приходит плюс 3 ВЛП. Это напряжение есть. С другой стороны имеем 0,22 вольта. Отключаем лабораторник, переводим мультиметр в режим измерения сопротивления и смотрим сопротивление этой линии. После резистора 310-320 Ом. Это очень и очень мало для этой линии, так как обычно эти линии имеют десятки и даже сотни килоом сопротивления, так как токи, как правило, здесь микроамперные. При таком же сопротивлении мы будем иметь миллиамперные токи. Соответственно, превышена нагрузка и есть у нас проблема. И проблема у нас с мультиконтроллером. Я уже говорил, что он паен. Его пропаивали или меняли, я не знаю, тут ноги некоторые загнуты. Я посмотрел, под микроскопом залепов нету, но тем не менее, как бы запаяно крайне неаккуратно. Ну и само происхождение этого мульта вызывает вопросы. Друзья, дабы не делать лишние работы и не отмерять ряд сигналов, я в любом случае планировал менять еще и хаб, потому что история такая же, как и с мультом. Я не знаю происхождение, не знаю, что под этим чипом. И я в любом случае, для того, чтобы дать нормальную гарантию и не переживать за то, сколько эта машина проработает, хаб я тоже поменяю. Сейчас мы вместе с вами поменяем мультиконтроллер. Я поменяю хаб, прошьем мульт и посмотрим, какие результаты принесут все эти манипуляции. Давайте перемещаемся на другой стол, будем менять мультиконтроллер. Единственное, у меня нет по наличию, здесь установлен КБ-9012QF-A3, а третьей ревизии нету, у меня есть более новая, а четвертая ревизия, но это не проблема, мы ее сюда поставим и прошьем. Должно все работать. Перемещаемся. Так, для снятия мультиконтроллера я использую читерный картридж. СНЦЦ-1118. Наносим флюс, включая вытяжку. СНЦ-1118. Все, мультиконтроллер снят Теперь меняем картридж И убираем остатки припоя с площадок Отпываем остатки старого флюса И нашего, и тот, который был нанесен до нас Когда меняли мульт в другой мастерской ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Можно запаивать одним заходом Но я обычно дублирую еще пайку Вот таким образом Дадим проход Сторона микросхемы запаивается Но опять же, с плюсом ERSA Так у меня не получается Только когда я использую плюс В компании Альфа А потом дублирую каждую пайку Так, осталась одна сторона Сейчас прошелся, запаял И еще раз контрольный И еще раз контрольный Прошелся по каждому контакту Задублировал Все, мультиконтроллер запаин Сейчас поправим детали Которые Почему-то со смещением Некоторые есть Все, можно отмывать Теперь я поменяю Хаб Посмотрю, что под ним Вам покажу И будем уже прошивать мультиконтроллер Что касается площадок Пятаков под самим хабом В принципе, все на месте Единственное, есть места, где повреждена маска Их мало Ничего страшного Фотополимерным лаком я это все дело залью И активирую Проблем с этим нету Сейчас плату можно прошивать Давайте теперь подключим программатор И прошьем мультиконтроллер Так как он новый Оторвались те костыли, которые были на плате И теперь приходится цепляться напрямую Что не совсем удобно Ну что поделаешь Так Так, все Конструкция в сборе Давайте на Монитор Переключаемся И прошиваем мульт Запускаем программатор Так, мультиконтроллер у нас Any Выбираем нашу плату Нажимаем подключить Все, без вопросов Мульт у нас опознался И скармливаем прошивку Так, плата у нас 7983p Нажимаем записать Предварительно Будет Рейс Вот Перед записыванием И верификация По финалу записи Ожидаем Ну, в отличие, допустим, от того же AT85-86 КБ-90-12 Чуются просто в разы быстрее Приятно работать с этими мультиконтроллерами Практически вот Финал Сейчас верификацию пройдет И все Мульт прошит Все, мультиконтроллер прошит Закрываем программатор Выключаем блок питания И теперь Переходим Назад Возвращаемся к плате Подключаем программатор Ну и что дальше? А дальше Мы можем сейчас посмотреть Ретрансляцию Нажатие Кнопки включения А для всех остальных Действий Нам необходимо установить Хаб Включаем Лабораторник Потребление 1 мА Давайте покажу вам Что есть сейчас Напруга на кнопке включения Которая задублирована На плате Раньше ее не было Тот мультиконтроллер 100% неисправен Пожалуйста 3,3 вольта Как в аптеке Все есть На кнопку включения По потреблению Реакция есть Но без Хаба Конечно Мы не получим Ни одного сигнала В ответ После ретрансляции Лид СВ И сигнала С кнопкой включения Ну Выбора нету Для дальнейшей Биагностики Надо установить Сейчас будет мост Я восстановлю маску Активирую Установлю хаб И тогда С вами продолжим Посмотрим Закончилась ли Эпопея С ремонтом Этой платы Или что-то еще Будет обидно Конечно Если оторван сокет Вот Дополнительные Какие-то Движения Не хотелось бы уже делать Давайте Восстановлю Установлю И продолжим Что ребята Хаб Я на плату установил Лаком Фотополимерным Я восстановил Поврежденные участки Маски Активировал Вот И поставил Новый чип Мульт Стоит Новый Прошитый Единственное Что народное Творчество Не выдержало Этих манипуляций И порвалось Надо будет Потом Если все Хорошо Поменять Так Подключил я Временно Вот такой Вот Кобелек Давайте Пробовать Запускать Плату Принесла Ли Плоды Наша Бурная Деятельность Потребление Сейчас 4 мА Нажимаем Кнопку Включения Так Где мой Пинцет Больше Ампера Потребления Возможно Что плата И стартует Сейчас Мы Подкинем Плату К Матрице И посмотрим Есть ли Старт Подключаю ЛВД Шлейф Блок питания Так Так Включаю Лабораторник И Запускаю Плату И Пожалуйста Плата Стартует Вот Не знаю По поводу Работы Всего Функционала Это Надо Уже Проверять Микросхемка Которая Была Сдвинута Я говорю Что это Шим Контроллер Который Формирует Полтора Вольта Это Шим Контроллер Который Формирует 1.8 Вольт Я посмотрел По схеме Неправильно Сказал Ввел В заблуждение Что осталось Осталось Установить Недостающие Детали На плату РТС Батарейку Поменять Ответную Часть Разъема Вот Восстановить Там Где рваная Пайка Залить Фото Полимером Две дорожки Которые Восстанавливал Возле Шим Контроллера Дежурки Вот Что еще Что еще Оно Поставить Еще На USB Микросхемку И В принципе Все Можно будет Собрать Наклейку Какую-то Вырезать Сюда Найти Подходящую Собрать Протестировать Давайте Сейчас я Все эти Манипуляции Сделаю Отмою плату Покажу вам Внешний вид Уже платы В финальном Варианте Вот Ну и Потом Как бы Соберем И протестируем Будет уже Какой-то Финальный отчет Итак Ребят Надеюсь Эпопея Подходит К концу Перед сборкой Хочу показать В каком состоянии Находится Сейчас Материнская Плата И какой-то Миниотчет Сделать Допаял я Все Отсутствующие Элементы Вот Еще раз Сравнил Плату С фотографией Устранил Попутно Еще Дополнительно Пару Косяков Разъем Который Был Ответ На Часть Просто Тупо Запаяно Выломано Я Привел Это все Дело В божеский Вид Вырезал Наклейку Пускай Она И Не Идеально Смотрится Ну По крайней Мере Что-то Похожее На Правду ТПЛ РТС Батарейку И Отмыл Всю Плату Показывал Вначале Как она Выглядела До Ремонта Фотополимерным Лаком Восстановленные Две Дорожки Я Залил На Power Good И Bootstrap На 5 Вольт Фазы Вот Так Это все Дело Сейчас Выглядит После Ремонта Очень Много Ушло Салфеток Потому Что Вся Она Была В Каком То Непонятном Понятном Все Было Во Флюсе Размазали По Плате Вот Так Это Сейчас Все Выглядит Уже В Готовом Варианте Поменял Я еще Порт USB Который Был Справа Выломан Ну Не Знаю Я Я Закорочено Ничего Ну Фантазировать Не буду По факту Попросили Поменял Ну И тут Лежит Кучка Неисправных Деталей От Маленьких До Больших Вроде Б Как бы Ремонт И не Сложный Но Времени Особенно При Фиксации На камеру Заняло Больше Чем Обычно В пару Раз Давайте Сейчас Я соберу Все это Добро Уже В корпус Затестирую И будет Финальный Отчет Итак Друзья Подошла К концу Эпопея С ремонтом Этого Ноутбука Я его Собрал Протестировал Все работает Никаких Дополнительных Неисправностей Выявлено Не было Я его Конечно Еще Потестирую Погоняю Перед тем Как выдать Клиенту Но думаю Что все Будет Хорошо Хочу Пару Слов Сказать Слов Благодарности Адрес Человека Который Занимался Этим Ноутбуком До Меня Если Закрыть Глаза На Ремонт Платы Отсутствующую Наклейку РТС Батарейку Некоторых Элементов То во всем Остальном В принципе Как бы Человек Молодец Во первых Все винты Были на месте Ну и за исключением Одного И тот Был докручен Единственное Не того типа Но тем не менее Был утерян Человек постарался Вернуть В исходное Состояние А это Крайне редкое Явление Обычно Докручиваешь От пяти Штуки Больше В каждый ноутбук Этот случай Как раз таки Не про это Также Комплектация Вся на месте Пятерка 3210 Четверка Оперативки Жесткий диск Все родное Собрал Проверяй И спокойно Отдавай клиенту К сожалению В последнее время Участилась Тенденция Когда восстанавливаешь Платы С любого состояния И в результате Получаешь Дополнительные проблемы Мертвую матрицу Которую Просто поставили Взамен рабочие Вот Отжатые Процель Память Жесткие диски Все в таком духе Это опять же Исключение Из этих правил Поэтому Отдельная благодарность За этот момент Ну а что касается Ремонта Ремонт я считаю Завершенным Вот Вам спасибо Друзья За внимание Надеюсь Было интересно Хорошего настроения Крепкого здоровья Побольше позитива В жизни До новых встреч Пока Пока До новых встреч